Как вы думаете, где я нахожусь? Возможно, в каком-нибудь метро или в подземелье, а может быть и в какой-нибудь пещере, но в каком-то степени вы правы. Я сейчас нахожусь в так называемом храме дедушки Ливона, на его самой глубокой точке 21 метр. Это как высота шестиэтажного дома. Это место очень необычное, но необычное своей такой некой аутентичностью и в том, что оно находится под обычным жилым домом, в простой деревне. История его следующая. Как-то раз в 80-х годах, в конце 80-х годов, одному местному жителю захотелось вырыть погреб для своей супруги, в котором она бы могла держать картошку и другие различные овощи. И в дальнейшем ему начали приходить видения, в которых ему говорилось о том, что он должен не просто вырыть погреб, а он должен углубиться намного ниже. Когда он только начал рыть землю под своим домом, он наткнулся на камень. И в дальнейшем он прорубил этот камень и построил огромный комплекс вплоть до своей смерти. С того момента, как он начал делать комплекс, до его смерти прошло 23 года. И за все это время он каждый день по 16 и более часов он работал, он трудился над своим комплексом. И сейчас я вам немного покажу, что это за место и что здесь такого интересного. В гугле можно встретить такое название этого места «Храм Дедушки Ливона». Почему же это все-таки храм, ведь это обычная пещера под домом? За мной необычное место, наверное, одно из самых главных, у которых часто останавливаются экскурсоводы и рассказывают им своим группам об этом месте некоторые истории. Когда Дедушка Ливон делал этот комплекс в процессе, он часто здесь отдыхал. И именно здесь он чувствовал прилив сил. Не знаю, он не знал, почему так происходит, но потом в дальнейшем, когда сюда приехала одна немецкая группа, и она приехала уже с приборами, и они поняли, что в этом месте очень сильное положительное электромагнитное поле. В дальнейшем местные жители стали сюда приходить и загадывать свои желания. Поэтому, если вы здесь будете, поэтому знайте, что вот это место, оно необычное. В комплексе находится 7 залов. Мы сейчас находимся в самом большом из них. Интересно то, что его родные говорят о том, когда Дедушка Ливон делал свой комплекс под землей, он точно знал, что где будет находиться, какая комната за какой будет следовать. Например, вот эта, эта самая большая комната, она соединяет все входы и выходы в этом комплексе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, такой небольшой комплекс. В принципе, когда вы сюда доберете и знаете, что это главный вход, сюда нужно просто позвонить, и вам откроют. Сюда лучше позвонить, конечно, заранее по телефону, для того, чтобы узнать, будет ли кто-то дома или нет. Потому что, как вы видите, это простой частный дом. Мы находимся в обычной деревне, здесь нету каких-то таких больших стоянок для туристических автобусов или что-то такого. Добраться до деревни Ориндж можно на такси, это будет стоить где-то полторы тысячи драмов из Еревана. Ходит также общественный транспорт, уточняйте информацию у местных. Данное место мне лично нравится. Почему? Потому что оно очень нестандартное, оно очень необычное, оно не похоже на другие, и очень многие поражаются. Здесь живут обычные люди, вы когда сами приедете, вы убедитесь в этом, что здесь нету ничего такого сверхъестественного. Оставайтесь на моем канале, смотрите за новостями, будет еще интересней. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok